С городом Радио Болтком По понедельникам и вторникам В полдень на Радио Болтком Вместе с приглашенными гостями Лидерами общественного мнения латвийского общества Знаменитостями, авторитетами Представителями самых разных сфер обслуживания Самые злободневные темы страны и мира со всех сторон Разворот Участие слушателей обязательно Звоните в прямой эфир Задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы Разворот Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Разворот Сегодня ее проведу я, Артем Липин За звукорежиссерским пультом Родион Золотарев И сегодня с нами на прямой связи Медиа-координатор проекта Youth Voice Matters Молодежного совета Латвии Татьяна Стародубова Здравствуй Привет Да, мы с тобой не знакомы Поэтому не считайте понебратством, что мы будем, может быть, чуть более неформально общаться Но если у вас есть какие-то свои вопросы по теме нашего разговора То 67-212-93-9 67-213-93-9 Звоните Или пишите по WhatsApp Проект Youth Voice Matters Насколько я понимаю, он посвящен тому, что русскоязычная молодежь в Латвии Недостаточно активно себя проявляет в какой-то такой общественной, может быть, околополитической жизни в Латвии Этому он был посвящен в основном Ну, в принципе, проект LEP Youth Voice Matters, который, собственно, и осуществляет Латвийский совет молодежи Он и да, и нет То есть изначальная идея этого проекта и цели понять, какова ситуация в Латвии Насколько русскоязычные и латышские молодежные неправительственные организации Вовлечены в процесс принятия решений и создания молодежной политики в Латвии Но то, что действительно наблюдается, это, как и в составе Латвийского совета молодежи В основном латышскоязычные неправительственные организации То есть в рамках этого проекта мы хотели понять, какова причина того, что русскоязычные и молодежные организации Они делают совершенно потрясающие вещи Они очень активно участвуют Но в основном это как бы в таком своем, ну, можно назвать его пузыре То есть мы хотели понять, как можно эти организации привлечь и в Латвийский совет молодежи в том числе Чтобы представлять интересы молодежи не только латышской, что тоже важно Но и русскоязычной, чтобы у нас был более широкий спектр Потому что все-таки в Латвии у нас обе эти общества представлены Ну а молодежный совет Латвии, его цель в чем? В представлении молодежи как-то на политическом горизонте? Или для того, чтобы находить какие-то финансирования ресурсы для молодежных организаций? То есть зачем самим организациям, в принципе, вписываться в этот совет? Латвийский молодежный совет — это такая зонтиковая организация Которая объединяет молодежные организации со всей Латвией Чтобы помогать им, как ты сказал, чтобы представлять интересы самих организаций И как бы через них интересы молодежи И чтобы создавать такую качественную, благоприятную среду в Латвии для развития молодежи То есть это и поддерживать организации через разные проекты Информировать про различные актуальности, например Какие сейчас изменения в законодательстве Или какие есть возможности получения финансирования То есть развивать и поддерживать такой потенциал организаций Которые работают с детьми и молодежью И таким образом способствовать развитию самой молодежи То есть сейчас русскоязычные негосударственные организации Они не пользуются всем тем, чем могли бы, если бы хотели Ну, можно и так сказать Или, может быть, даже не все организации информированы про эти возможности То есть в рамках этого проекта мы пытаемся и донести информацию О том, какие есть возможности сотрудничества И, в принципе, создать сотрудничество между самими организациями Потому что то, что организации делают по отдельности Это здорово, но если объединить эти силы И действительно начать сотрудничество То можно сделать еще больше И сделать еще больший охват молодежи Потому что, ну, очень много и русскоязычной молодежи Все еще, хотя со временем это развивается Я просто даже по себе могу сказать Что я жила в таком своеобразном информационном пузыре, скажем так Ну, то есть информация на алтывском языке Информация на русском языке, она отличается Вот, и мы пытаемся понять, как И даже разговаривая с молодежью У нас были различные встречи, дискуссии Была как проблема Выделено то, что действительно отличается информация И молодежь говорит о том, что необходимо создать одну платформу Которая бы объединяла информацию про возможности для молодежи На всех языках То есть на русском, на латышском и на английском Как объединяющем в таком языке Ну, вот по поводу этой платформы мы потом чуть-чуть попозже поговорим По поводу взаимодействия русскоязычных НГО Разве его недостаточно? Мне казалось, что у нас, ну, опять-таки, наверное, мы находимся в каком-то пузыре Но достаточно активно общаясь и работая с какими-то организациями Хватает людей, которые состоят там сразу в нескольких И это какой-то поток людей из одной организации в другую Он какой-то постоянный, разве не так? Ну да, это правда, что люди, которые там в какой-то одной организации Возможно, через какое-то время, участвуя в каких-то мероприятиях Потому что они изначально уже более активны Они узнают про какие-то другие организации И тем самым, как бы, могут, да, действительно переходить с одной другой Но вопрос в том, как задействовать тех молодых людей Которые изначально не состоят в какой-то организации Либо они там состоят в организации Которые осуществляют какие-то конкретные мероприятия То есть, ну, так называемая потребительская активность Когда человек приходит, он участвует и уходит То есть, цель сделать это более долгосрочно То есть, например, молодой человек приходит в организацию Он узнает о каких-то возможностях Возможно, он участвует в каких-то мероприятиях, активностях И дальше он понимает, что может и сам повлиять Как-то на свою окружающую среду, на свое будущее То есть, он проявляет инициативу, делает следующий шаг Возможно, этот шаг — это волонтерская работа Организовать какое-то мероприятие Написать какой-то проект Рассказать другим молодым людям Своим одноклассникам или однокурсникам И почему бы нет создать, может быть, и свою организацию Которая будет специализироваться на какой-то еще отдельной теме Как-то просто выходит, что очень много проблем сразу затрагиваем Мы начали с того, что русскоязычные организации существуют в своем пузыре Потом мы перешли на то, что они не взаимодействуют друг с другом Сейчас мы перешли немножко на то, что не хватает какой-то новой крови, может быть Или такой людей, которые бы постоянно приходили в новые организации Так все-таки вот конкретно этот проект «Your Voice Matters» Он про что из этого набора проблем? Да, действительно, проблем очень... Ну, как проблем, вопросов очень много И они все взаимосвязаны Но конкретно, да, в рамках этого проекта Цель — это действительно задействовать русскоязычные неправительственные организации В принятии решений, которые повлияют на молодежную политику в Латвии То есть либо присоединить к Латвийскому совету молодежи Либо каким-то другим образом сделать их более активными То есть услышать нужды, потребности, интерес русскоязычной молодежи Через русскоязычные молодежные организации Как тебе кажется, услышали вас в этой организации, к которой вы обращались? Уже, может быть, наблюдаются какие-то обращения в молодежный совет? Или все-таки надо еще вести работу? Надо еще убеждать, уговаривать и так далее? Ну, уговаривать, наверное, никого мы не будем Вот, это свободный выбор каждого И, ну да, действительно, в рамках проекта То есть мы изначально обозначили, в принципе, да При написании проекта были обозначены Такие самые активные, наверное, большие русскоязычные организации Вот, которые активно работают с молодежью И они являются нашими партнерами в этом проекте И уже в рамках проекта одна молодежная организация Это 3D Friends Они присоединились к Латвийскому молодежному совету Они очень активно принимали участие в этом проекте И создавали сотрудничество уже и с другими организациями Например, организация PROTEST Латвийская молодежная организация Обдохновилась темой этого проекта И они создали такую дискуссию о том Каково это быть русскоязычным активным гражданином в Латвии Вот, и они как бы с организацией 3D Friends в этом сотрудничали А потом такая же большая организация, как Young Folks LV В которых очень много молодежи активные Которые тоже задействованы в различных мероприятиях И сами какие-то свои инициативы осуществляют Вот, это тоже наш такой партнер в этом проекте И они ходят и в медиа, рассказывают, делятся своим опытом Они приходили на дискуссии Тоже рассказывали о своих потребностях, интересах И вот сейчас они тоже помогают нам снимать видеоролик Которые скоро выйдут тоже в рамках этого проекта Вот, и также организация Ясмов Которая тоже в основном работает с русскоязычной молодежью Координатор организации проводил мероприятия онлайн Которые происходили Вот, и дальше распространяет информацию То есть да, действительно, в рамках проекта Были не только найдены эти организации Но с каждой из них проводился такой диалог И они очень открыты к сотрудничеству И что очень здорово, это наблюдать не только желание этих организаций Вовлекаться в проект, но и сотрудничать между друг с другом То есть то, о чем я говорила до этого То есть в рамках проекта, правда, происходили сотрудничества Между и русскоговорящими, и латышскими организациями И мы очень надеемся, что это будет не только в рамках проекта Потому что проект начинается заканчиваться Но это будет долгосрочное развитие этих сотрудничеств А будет какая-то вообще, не знаю, не то чтобы проверка Плохое слово, наверное, но оценка результатов Вот именно долгосрочной деятельности Чтобы там через полгода посмотреть Вот да, вот столько организаций пришло в совет Столько новых проектов совместных сделано И так далее, так далее Или это уже проект закончился и все Нет, нет, безусловно Это и то, о чем мы все время говорим и в своей команде В совете молодежи И то, что уже происходит То есть и в течение самого проекта у нас были оценки Мы понимали, что сделано, что не сделано И там есть какие-то пунктики, которые нужны были в рамках проекта, сделаны Но на этом мы не останавливаемся Потому что действительно ни одна организация Мы сами не хотим, чтобы с последним числом проекта Заканчивалась вся деятельность Конечно же нет И то есть мы продумываем стратегии Как дальше это все развивать И может быть через какие-то другие проекты Вот и в течение там еще ближайших двух лет Латвийский молодежный совет будет Как бы исследовать эту ситуацию И смотреть, какие есть изменения Как в принципе молодежные организации влияют Как бы на общество Как молодежь вовлекается в эти организации То есть безусловно есть цели И дальше это продолжать И после проекта мы тоже будем думать над стратегиями Каким образом сделать это лучше всего И не только в своей команде Латвийского совета молодежи Но и самими организациями Потому что без их активного участия И не услышав их какие-то идеи Но это тоже будет невозможно Я напомню у нас на связи Представитель молодежного совета Латвии Татьяна Стародубова Телефон прямого эфира 67-212-93-9 Или пишите нам по ватсапу 2-3-0-6-1-9-1 Есть такое мнение Может быть стереотип Может быть нет Может быть ты меня сейчас переубедишь Что все-таки основная такая молодежная история Движения Какие-то организации Мероприятия Это все все-таки происходит в Риге Что на периферии этого меньше Просто потому что меньше людей Меньше молодежи Меньше активностей Я вижу что в проекте участвуют В том числе Ледалков-Послепая Тоже они были задействованы Видимо как три крупнейших города Но в целом Можно ли действительно говорить о том Что Рига Она немножко там на шаг На два шага впереди Остальных городов Латвии В плане молодежной активности Ну видишь здесь тоже будет Такое субъективное мнение добавлено Потому что я сама рижанка И до этого я работала В рижском молодежном центре Каниэриси Соответственно То есть я все время И варюсь в такой вот среде Именно с рижскими организациями В основном Ну и конечно тот факт Что в принципе Молодежь в основном Приезжает в Ригу Чтобы учиться Чтобы там Создавать свою карьеру Ну да Действительно И Рига Более активна На более активных В каких-то культурных Тоже сферах Но это не значит Что в других городах Ничего не происходит Есть совершенно потрясающие организации Да Возможно они меньше Возможно и финансирование От самоуправлений Где-то в каком-то смысле Меньше Но с другой стороны И конкурс тоже меньше Вот То есть Молодежные активности Они происходят Они происходят Во всех городах Просто Ну да Возможно Рига И там за счет Какой-то инфраструктуры Где-то Этого больше Ну то есть Да В каких-то активностей Возможно больше Но опять-таки Это правда Мое субъективное мнение И как ты и сказал Что в рамках этого проекта Мы больше работали Ну в основном В Риге Но и в Лепой И Дауглопилсе И встречались тоже С представителями Местной молодежи У нас такие были Встречи Дискуссии В этих трех городах Потому что там И процентуально Больше всего Русскоговорящей Молодежи В Лепой Да Я тоже была удивлена Но В Дауглопилсе Риге и Лепой Протентуально больше Русскоговорящих Я думал Что там Резокна Условно говоря Ну отгальская сторона Не курзумская Но в Дауглопилсе Мы как бы объединили То есть Это не было Там встреча Дискуссия Только для тех Кто же в Дауглопилсе Соответственно Из Резокна Из ближайших Тоже Каких-то Городов И поселков Люди Участвовали Участвовали Как молодежь Так и Специалисты Молодежной работы Учителя То есть Все те Кто работает С молодежью И эти встречи Дискуссии Были для того Чтобы Во-первых Услышать Как молодежь Так и Молодежных работников Либо людей Работающих С молодежью То есть Какие потребности Какие есть Проблемы Или трудности Какие решения Они предлагают И эти встречи Дискуссии Они проходили В сотрудничестве С Министерством Образования И науки Вот И Результаты Этих дискуссий Дальше Мы Предложили Министерству И они были Учитаны В планировании Документов Развития Молодежи То есть Это был Такой Как бы Интересный Интерактивный Способ Как Сама Молодежь Смогла Поучаствовать В принятии Решений В принципе В создании Политики Потому что Документ Планирования Молодежной Политики Он С 2021 По 27 Год То есть Молодежь Смогла Поучаствовать В создании Такого Своего Будущего Ты Говорил О том Что Одна Из проблем Это Отсутствие Какого-то Может быть Желания Или Интереса У многих Представителей Молодежи В принципе Какими Такими Вещами Заниматься Или Оно Очень Ограниченное Какими Самыми Яркими Может быть Мероприятиями Какие Могут Быть В принципе Пути Решения Потому что Я вспоминаю Свои Школьные Годы Своих Одноклассников И так Далее Что Иногда Просто И ты Не знаешь И как бы Искать Особо Не хочется Потому что Тебе Кажется Что И так Хорошо Зачем Еще Что-то Куда-то Дергаться Как Это Можно Перебороть Если Вы Это Обсуждали Может Быть Пришли К Каким Решениям Не знаю Да Правда Эта тема Поднималась На всех Трех Встречах Дискуссиях И Сама Молодежь Тоже Говорила О том Что У молодых Людей Нет Желания Нет Мотивации Даже Быть Активными Вот И там Как Одна из проблем Это То Что Волонтерская Работа Все еще Не считается Такой Престижной То есть Нет Каких-то Как бы Признания Того Что ты Сделал Что-то Не знаю Достойное Ну Там Например Не знаю Какое-то CV написать Вот Либо Получить Какое-то Поощрение За это Там Условно Приз Лучшего Волонтера Или что-то То есть Это было Как одно Из таких Предложений Сделать Волонтерскую Работу Более Престижной Вот Но Как еще Одно Важное Еще один Важный Аспект Почему Молодежь Может быть Не Вовлекается Это То Что Нет Информации О Возможностях И Здесь Возникает Такой Вечный Вопрос Но Возможности Много И информация В принципе Она Везде Существует Но Видимо Эти Все Источники Настолько Разрознены И может быть Неэффективны Что они Не доходят До своей Целевой Аудитории Потому что Возможности Действительно Очень Много Но То Что На всех Трех Встречах Дискуссиях Там Где Участвовало По 30 Человек На каждой И Все Говорили О том Что Нет Информации Вот То есть Такое Ну Это Вечный Вопрос В принципе Как правильно Эту Информацию Подать Как Сделать Ее Интересной Как Сделать Так Чтобы Люди Прислушались И Поняли И Как Одно Из Решений Это Сотрудничество Между Школами Либо Вузами И Неправительственными Организациями Потому что Большинство Своего Времени Молодые Люди Проводят В школе И Возможно Через Учителей Либо Через Классные Часы На которые Могут Приходить Представители Молодежных Организаций Доносить До Молодежи Рассказывать О возможностях Объяснять Почему Это Классно Быть В какой-то Организации Как Это Им Может Помочь Как Это Их Может Развить То есть Такое Действительно Тесное Сотрудничество Между Неправительственными Организациями И Школами Это Правда Мог бы быть Такой Очень Большой Шаг К тому Чтобы Вообще Молодежь Дальше Куда-то Может быть Из школ Или Из каких-то Кружков Музыкальных Школ Приходили И Свои Какие-то Инициативы Совершали У нас Есть Телефонный Звонок Давай Мы его Сейчас Выслушаем Да Здравствуйте Добрый День Вот Все время Мы Годами Говорим Что У нас Как бы Разделенное Общество Русскоязычные Латыши А здесь Уже Получается Что И Молодежь Уже Заведомо Русскоязычных Одни Проблемы Да То есть Какие У них Проблемы А неправильнее Не было Не делить Молодежь Потому Что Молодые Люди Если Они Будут Вместе Решать Вот Говорить Ну Это Слово Русскоязычные Мне вообще Не приемлемо Я понимаю Русские Латыши А остальные Ну Это Просто Смешно Что Если Вместе Просто Проблема Молодежи Да Молодые Люди Они Там Вместе Вот Русские Выскажут Свои Как бы Проблемы Латыши Свои А молодые Люди Они Быстрее Услышат Друг друга И это Будет Объединять А вы Уже Молодежь Начинаете Разделять Спасибо Ну Вот Что ты На это Скажешь Спасибо Большое За комментарий И Действительно Может быть Не было Понятных С моих слов Мы Не разделяли Молодежь То есть Все эти Встречи Все эти Активности Они Были Как для Русскоязычной Почему я говорю Русскоязычной Потому что Очень многие Ребята Которые говорят На русском языке У которых Родной язык Русский Они родились В Латвии И не имеют Какой-то Принадлежности К России Либо у них Корни Из Украины Приехали Или еще Из других стран Поэтому Русскоязычные Они русские Вот То есть Да Эти мероприятия Они были Как для Латышей Так и для Русскоязычных Ребят И молодежных Работников У нас были Не только Ну то есть У нас были И например Люди Из Индии На протяжении Какого-то Времени Там Нескольких Лет И они Активно Работают В молодежных Организациях И именно Этим И были Как бы Богаты Эти мероприятия Потому что Мы слышали Мнения С разных Сторон То есть Это не было Там Только для Русскоязычных Либо только Для латышской Молодежи Вот И именно За счет этого Создавалось Это сотрудничество И именно За счет этого И Были Услышаны Эти Мнения Были услышаны Какие-то Вопросы И потребности И кстати Говоря Они Не отличаются То есть Вот Там Названные Мною Аспекты О том Что Там Не хватает Какой-то Информации Или В школе Недостаточно Рассказывают Про Гражданского Общества Или То Что Волонтерская Работа Не считается Престижной Это Абсолютно Не Зависели Эти мнения От Принадлежности Конкретных Людей Какой-то Национальности Но Ведь При этом Есть Как бы Такая Мысль И Мой Личный Опыт Об этом Говорит Что Все-таки Большая Часть Организаций Даже Молодежных Можно Четко Сказать Что Это Направлено Скорее На Русскоязычную Молодежь Это Скорее На Латышскоязычную Не То Что Есть Какая-то Конкуренция Но Просто Ты Понимаешь Что Условный Янг Фолкс Это Больше Для Притом Что Это Не Прописано Это Никто Не Запрещает Меняться И Приходить Не Об этом Речь Но Все-таки Какое-то Разделение Тем не Менее Присутствует Не Видишь Ли В этом Тоже Какую-то Часть Проблемы Что Даже Молодежь Действительно Без Каких-то Конфликтов Но Все-равно На Эти Группки Делится Да В Большинстве Случаев Так И Есть Но Разговаривая С Конкретными Организациями Изначально Ни одной Организации Из тех С кем Я Разговаривала Такой Цели Не Было То есть Не Было Цели Создать Русскоязычную Организацию Не Было Цели Создать Латышскую Организацию Но Просто Потихоньку То есть Все равно Создавая Организацию Есть Какой-то Корень Есть Какая-то Группа Людей Которая Ее Создала И Дальше Знакомых Людей И Чаще Всего Мы Общаемся С теми Людьми С которыми У нас Один И тот Же Родной Язык Просто Потому Что Это Проще Вот Но Там Те Же Янг Фолкс У них Есть Латышский Поток То есть Они Не Работают Только Конкретно С Русскоязычной Молодежью В Тех Же Скаутах И Гайдах Есть Русскоязычные Ребята Соображений Да Спасибо Соображений То есть Делая Какое-то Внутреннее Ну И Внутреннее Или Там Открытое Мероприятие Ну Вопрос На каком языке Мы его делаем И тогда Мы понимаем Что Если Там В основном Сейчас Наша Аудитория Русскоязычная Тогда Мы Сделаем Мероприятие На русском Но Если На это Мероприятие Приходят Ребята Которые Не Знают Русский И Не Понимают Хорошо Мы Трех Языках То есть Организации Они Действительно Открыты И Мне кажется Что Сейчас Тоже Там Многие Мероприятия Они Либо С возможностью Перевода Либо Даже На английском Языке Потому что В Латвии Сейчас Живут Не только Русскоязычные И латышские Активные Ребята Но и Люди Которые Приехали Из других Стран И которые Также Активно Участвуют В молодежных Организациях Либо Иностранные То есть Ну это Такой вопрос Наверное Желание Говоря Про доступность Информации Ты в самом начале Упомянула Что Одним Как бы Из результатов Этого проекта Было решение Создать Вот такую Платформу Где будут Объединены По возможности Все Или Какое Как можно Большее Число Молодежных Активностей Групп Проектов Обменов И всего Прочего Если Я не ошибаюсь Года Два Назад Какой-то Подобный Проект Начинался У меня Знакомые Его делали С ровно Таким же Посылом Я честно Говорю Сейчас уже Не вспомню Название Этого Проекта Но суть В том Что Это Не один И не два Года Этой Проблеме Почему До сих Пор Нет Этого Портала Что Не так Почему Это все Еще Актуально Да Как я Говорила Что Это Вечный Вопрос Это Вечный Вопрос Я Самоуправления Сейчас В Латвийском Совете Молодежи И Этот вопрос Себя Не исчерпывает И я Не знаю Что Должно Случиться Чтобы Наконец-то Эта Проблема Решилась Да Действительно Ты прав Существует И не один Портал Существует Бесконечное Количество Групп В том же Фейсбуке Где Есть Где Выставляются Разные Возможности По отдельным Городам По регионам Международные Местные На таких То Языках То есть Постоянно Обновляется Информация О возможности Участия В проектах Мероприятиях И так далее Существует Прекрасная Платформа Висус СПСЛ2 Которая Тоже Была Создана С этой Целью Которая Объединяет И разные Организации Которые Постоянно Публикуют Туда Свои Мероприятия Она Объединяет Также И Фирмы И компании Которые Публикуют Свои Предложения Для Молодых Людей Например Чтобы У них Была Работа Скажем На летний Период Это Все Существует Но Почему-то Каким-то Образом Это Не Работает То есть Мы Понимаем Что Мы Все Публикуем Какую-то Информацию В своих Социальных Сетях Организации Между Собой Этим Делятся Но Видимо Эта Информация Доходит До Тех Людей Которые Уже Находятся В Каких-то Организациях Но Она Не Доходит До Тех Людей Которые Возможно Даже И Не Знают О том Что У них Есть Возможность Вообще Быть Активными И В чем-то Принять Участие Вот И То есть Дело Не в портале Или Его Отсутствие Дело В том Что Это Не Тот Метод Связи Которым Следует Пользоваться Видимо Да Потому Что Если До Чих Пор Это Звучит Как Такая Проблема И Молодежь Говорит О том Что Нет Информации Но Это Заставляет Задуматься И Вот Действительно Один Из Способов Как Можно Донести Информацию Такой Самый Успешный Работающий Это Личный Контакт И Вот Как Было И Предложено На Этих Дискуссиях И Как В принципе Многие Школы И Многие Неправительственные Организации И Делают Это Когда Организация Либо Представители Организации Такая Же Молодежь Такие Же Ребята Приходят В школу И Таким Же Своим Сверстникам На Понятном Друг Другу Языке Объясняют Рассказывают Про Свой Опыт Вдохновляют Их Рассказывают Куда Можно Прийти Где Поискать Информацию Как Узнать О Возможностях Вот Понятно Что Не Каждый Но Просто В течение Скольких Лет В этой Сфере Встречаются Правда Такие Ребята Которые Говорят Почему Я раньше Не знала Об этих Возможностях Нет Ли Уже Абсолютно Мое Субъективное Мнение Не могу Сказать Что это Такой Общий Стереотип Но Как-то У меня Возникает Периодически Такое ощущение Что Ты говоришь Приди Рассказать На Понятном Молодежи Языке Как бы Это Не сверху Формализатор Какой-то Не учитель Сказал Что Вот Ребята А как бы Вот Свои Сверхники Пришли Но Есть Такое Учение Что Активная Часть Молодежи И Обозначим Пассивная Часть Молодежи Они Тоже По-разному Немножко Общаются И Диалог Между Этими Частями Он Тоже Не до Конца Налажен Потому Что Сколько Я помню Какие Проекты Были В которых Приходят Что Есть Какой-то Это Тоже Барьер Который Пока Не Очень Понятно Как Преодолеть Ну Конечно И Конечно Все Мы Очень Разные Люди И Конечно Для Каждого Из Нас Работают Разные Способы Донесения Информации То Кому То Проще Самому Зайти На Какой-нибудь Сайт Тот же Сайт Л. Е. П. Латвийска Молодежного Совета И Посмотреть Список Конечно Это Всегда Страшно Прийти В Неизвестную Среду Где Уже Как будто Что-то Происходит И Об этом Тоже Делились Многие Ребята В рамках Проекта Они Писали Такие Небольшие Статейки Про Свой Опыт И Говорили О том Что Да Сначала Страшно И Такой Совет От Них Который Я Услышала Это Возьми С собой Друга Приди Со Своим Островок Безопасности В котором Ты можешь Прийти И Быть Наблюдателем Например Вот Ну Кому-то Проще Прийти Одному И Окунуться Полностью В эту Атмосферу И Ну Просто Приходя Просто Участвуя Просто Может быть Послушав Раз Про Опыт Услышав Где-то Еще Там Не знаю Посмотрев Видео С какого-то Проекта И Потихонечку Потихонечку Как бы Вот эти Маленькие Такие Кусочки Они складываются В какую-то Картинку Как пазл Да И Тогда Может быть Человек Понимает Что Что-то Интересное Происходит Возможно Я что-то Упускаю И Может быть Это и Послужит Таким Стимулом Не знаю Поинтересоваться Там Посмотреть Какие Существуют Организации Найти Себя Подходящую Спросить У активного Одноклассника А чем Ты таким Занимаешь Там Может быть Я там Тоже Могу Как-то Вам Помочь Ну Тут Правда Не существует Какого-то Одного Аниверсального Способа И Поэтому Я говорю Что Ну Такой Вот Акцент На Личной Коммуникации И Тоже Не каждая Организация Может Понравиться Понятное Дело Поэтому Они И разные Поэтому Они С разными Направлениями Существуют Напомню Представитель Молодежного Совета Латвии Татьяна Стародубова В эфире 67 212 93 9 67 213 93 9 Это Если Вы хотите Позвонить И высказаться Или Ватсап 2 3 0 61 91 Туда Следует Писать Ваши Комментарии Или Вопрос Постараемся Все Зачитать Передать Я Не знаю Есть ли Какие-то Такие Исследования Сравнения Но Другие Страны Европы Если Мы Сравниваем Латвию С Европейскими Какими-то Государствами Вовлеченность Молодежи У нас Можем ли Говорить Что Латвийская Молодежь Она Более Пассивна Или Более Активна Чем По Европе В среднем Или Таких Исследований Все-таки Нет Это Не Так Актуально Я Не буду Компетентно Ответить На этот Вопрос Я думаю Что Существуют Такие Исследования Но К сожалению Я Не Ознакомилась С ними Заранее Поэтому Не смогу Ответить Ну Просто Тут Такая Фраза Была По Этому Проекте Что Латвия Все же Сможет Стать Примером Для Других Европейских Стран В работе С Молодежью Мне Интересно Сколько Вообще Эта Коммуникация Между Молодежными Советами Разных Стран Она Происходит Обмен Опытом Потому Все-таки Латвийская Ситуация Она Отличается От Большинства Других Стран Именно Из-за Нашего Двуязычия Но Тем Не Менее Наверняка Есть Какой Опыт Который Мы Можем Друг Друг Передать Безусловно Обмены Опытом Происходят И Между Молодежными Советами И Между Организациями И Между Молодежами И Сейчас Существует Очень Большое Количество Различных Проектов Где Люди По поводу Вот этого Не столько Взаимодействия Мы знаем Что очень Много Проектов Они Конечно Основаны На таком На приеме Людей Из разных Стран На поездках В разные Страны Зачастую Это даже Такой Крючок Который Организация Ловит Что Ну неужто Ты не Хочешь На недельку В Италию И там Будет 30 человек Твоего Возраста Из разных Стран И чего Только Вы там Не поделаете Вместе Это конечно Такое Большое Подспорье В качестве Аргумента Зачем туда В принципе Пойти А потом Может человек Останется И на подольше Но сейчас Уже год Как Ковид И Ограничения По путешествиям В принципе Ограничения На всяческие Мероприятия Насколько Вообще Ковид Ударил По молодежной Какой-то активности Или как раз Наоборот Для молодежи Это не было Так актуально Потому что Интернет Среда Для них Так же привычна Ну безусловно Ситуация Со всеми Ограничениями Это такой Большой вызов Потому что Ну как ты Сказал о том Что международные Проекты Многие Приостановились И для многих Это Ну как бы Основная Для многих Организация Это основная Какая-то Деятельность То есть Сейчас там Они остались Без какого-то Ну и без Финансирования Соответственно Потому что Как еще Не правительственные Организации Где еще Брать деньги На то Чтобы существовать Вот И без Ну без того С чем Они в принципе Привыкли работать Вот И понятное дело Что сейчас Организации Пытаются Перейти на Онлайн Формат И переходят И правда Очень-очень большое Предложение Мероприятий Но Мы так же Понимаем Что Молодые люди Как и В принципе Да Люди Мы социальные Существа И нам Необходимо Это живое Общение И очень часто То что Держит Молодых Людей Это то Что можно Куда-то Прийти И встретиться Поговорить Живое Общение Там Вместе Поиграть На гитарах Или Там Пожонглировать Вот То есть Сейчас Конечно Этих Возможностей Нет И Организации Пытаются Адаптироваться Создаются Такие Концепты Онлайн Молодежных Центров Где можно Было бы Присоединиться Вот там Ясно Сейчас Разрабатывать Свой концепт Куда Молодые люди Могли бы Присоединиться Онлайн Проходят Разные Лекции Мероприятия Но Не стоит Забывать Что У молодых Людей Есть Также Школа Университеты Работа И это Тоже Все Находится В В онлайн Виртуальной Среде И конечно Хочется Отойти От экрана Хочется Отдохнуть Хочется Побыть С людьми Ну то есть В любом Случае Это Не то же Самое Что Такое Физическое Присутствие Вот Но при этом Даже Вот по данным Опроса Что За Последний Год Полгода Этих Ограничений Связанных С Ковидом Молодые Люди Стали Гораздо Больше Чувствовать Такую Изоляцию Ну а Мак Ты его По-русски В общем Ухудшение Угнетенность Ну да Может быть Это слишком Такое Сильное Слово Но В эту Сторону Потому что Ну правда Все время Находясь Одному А молодым Людям Необходимо Общение Для Для Развития Вот И то есть Сейчас Это такой Тоже Вопрос Для Организации Что С этим Делать Как Мы Можем Помочь Как Как Сделаться Максимально Эффективно Чтобы Молодежь Получала Все-таки Это и общение И ощущение Присутствия И Одна из Молодежных Организаций Это Латвийский Красный Крест Они Тоже Сделали Серию Но правда Длится Уже Достаточно Долго Время Серию Таких Лекций Про Ментальное Здоровье И что Мне кажется Особенно В это Время Очень Важно И в принципе Молодежь В последнее Время Поднимает Эту тему Все больше И больше И больше Начинает Интересоваться Об этом Открыто Говорить И мне кажется Что Как одно из Решений Досея Лекций От специалистов Которые Работают В этой Среде Которые Могут Действительно Поделиться И Симптомами И рассказать В каком Случае Стоит Обращаться За помощью И как Вообще Справляться С Чувством Тревожности Чувством Одиночества И так Далее И так Далее Ну что Это тоже Потрясающее Вообще Решение Как Можно Продолжать Молодежную Работу В более Такой Ну Актуальной На данный Момент Ситуации Вот Эта Вся Ситуация При всех Ее Минусах Она Не может Наоборот Помогать Находить Новых Людей Потому что Ну во-первых Действительно Ты сидишь Один Дома И Понятно Фильмы Сериалы Игры Но Хочется Поговорить А К какой-нибудь Зум Конференции Подключиться Проще Чем Пойти По адресу Ну и наверное Менее страшно Но ты подключился Потом сказал Что тебе интернет Перестал работать И как бы Если тебе не понравилось И все То есть И как бы Желание больше И проще Это все сделать Или Не чувствуется Такого Увеличения Желания Ну Видишь Тут Да Действительно Есть Такой Аспект Безопасности Что ты всегда можешь Там Оп Меня нет Или взять И отключиться И это тоже Такой Вызов Потому что Например Дело Организации Дело Мероприятия На которое люди Приходят Ну вот Физически Да Мы находимся Все в одном Каком-то пространстве И если человеку Там Может быть Ну то есть Скорее всего Человек досидит Там до конца Либо до какого-то Перерыва Либо Ну Как-то будет Более активно Задействован А в онлайн Мероприятиях Это невозможно Контролировать То есть Люди Отключая камеру Сразу Убирается Этот эффект Присутствия То есть Ты разговариваешь Как бы С черным экраном Там Половина Может быть Людей С включенными Камерами Половина Нет Ну Что тоже Понятно В какой-то момент Мероприятия Просто люди Отключаются И ты не понимаешь Это потому что Им Может быть Что-то было Непонятно Потому что У них технические Какие-то неполадки Потому что Потому что Что То есть Да Гораздо проще Присоединиться К каким-то мероприятиям Но на более Такой Вот как ты говорил Да Пассивной основе То есть Возможно Для кого-то Это послужит Таким Как бы Первым шажком Для того Чтобы понять Вообще Какие существуют Организации Мероприятия Но при этом Наверное Уменьшается Возможность того Что этот человек Будет активно Себя проявлять Что он Будет высказываться Что он захочет Осуществить Потом какую-то Свою инициативу Ну то есть Да Это такое Больше Ну как бы Я включу Посмотрю со стороны Что Тоже в принципе Неплохо И если это Для кого-то работает То здорово У нас уже К сожалению Время эфира Оно постепенно Подходит к концу Осталось Две-три минуты Тогда Пожалуй Последний вопрос Ближайшие шаги Молодежного совета Вот с этими проблемами Будет какой-то Новый проект Будет ли Какое-то обращение В общем Чего ждать И может быть Если ты успеешь Уложиться Вот в это краткое время Если нас слушают Там родители Не знаю Тети, дяди И так далее Куда молодежи Можно пойти Обратиться в первую очередь Чтобы для себя Что-то новое найти Но следующие шаги Это То есть мы все еще Пока что этот месяц Дет проект И у нас Вот сейчас мы работаем Над коротким таким видео Которое в ближайшее время Выпустим И все еще продолжают Организации Вдохновляться Этой темой То есть многие организации Сейчас поднимают Тему русскоязычной Латышской молодежи И делают Какие-то свои мероприятия И создают коллаборации То есть этот процесс Он запущен И он идет И в ближайшее время Естественно Будем следить за тем Что происходит И поддерживать эти процессы И у Владимирского совета Молодежи есть И дальше проект Но Этим проектом Все не заканчивается И все эти процессы Они запущены И мне кажется Что вот как раз таки Такое начало С концом проекта Происходит начало Каких-то процессов Вот А что касается Родителей Или молодежи Которые это слушают То Ищите возможности Приходите Используйте Их И на том же сайте LEP.lv Латвия Съявная Спа Дом Или Латвийский Молодежный совет Есть список Организаций Которые активно Работают с молодежью И можно посмотреть Какая организация Занимается Чем Как к ним Можно присоединиться Как можно Можно просто Написать И спросить Привет Я вот Майя И я хочу Что-то делать Что мне делать Подскажите И организация Вам ответит Вам такие же ребята Активные Они ответят Они расскажут Какие есть возможности Просто Главное Главное Спросить Правда Ни одна организация Не будет вас Игнорировать А с радостью Примет Расскажет И поделится Каким-то Своим опытом Спасибо большое С нами На прямой связи Была медиа Координатор Проекта Youth Voice Matter С молодежного совета Латвии Татьяна Стародубова Действительно Если у вас есть Какая-то знакомая Представитель молодежи Или вы сам такой То пожалуйста Ищите И действительно Найдете много чего Интересного По личному опыту Этого очень хватает Эфир для вас провел Артем Липин За звукорежиссерским пультом Был Родион Золотарев Спасибо, что слушали До свидания